По данным Минздрава, трансплантация костного мозга ежегодно требуется более чем 5000 россиян. В такой ситуации наши соотечественники вынуждены искать помощь за рубежом, в той же Германии. Что нужно сделать, чтобы стать донором в Тюмени, узнаем у Екатерины Каракияна, организатора акции по сбору крови для национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевозчикова. Она на связи со студией. Екатерина, добрый день! Кристина, здравствуйте! Многие предполагают, что в Европе больше доноров костного мозга, потому что там за это платят, а в России нет. Но это ведь заблуждение? Да, действительно, это заблуждение. Действительно, в Европе, в Америке доноров гораздо больше, чем у нас. Но это абсолютно не связано с тем, что там платят, а у нас нет. Во всем мире донорство костного мозга имеет три основы. Это добровольно, анонимно и безвозмездно. То есть никому и нигде не платят, потому что считается, что деньги – это на самом деле не самая лучшая мотивация для того, чтобы сделать добрый поступок. Деньги могут стать не нужны, а вот если ты решил, что ты хочешь помочь человеку, то это решение с тобой уже останется. Ну, допустим, я хочу стать донором и сдать свой костный мозг. Что мне нужно для этого сделать? Для того, чтобы вступить в регистр доноров костного мозга, а именно это требуется на первоначальном этапе, не нужно сдавать свой костный мозг. Строго говоря, вообще костный мозг не сдаётся. Сдаются гемопоэтические стволовые клетки. Но это будет происходить уже на следующих этапах, если найдётся человек, которому ваши клетки подойдут. Чтобы вступить в регистр и стать потенциальным донором, нужно сдать всего 4 мл крови. Это такая маленькая пробирочка. Для этого можно прийти в медицинские центры инвитро и сдать кровь из вены. И всё. Эта кровь отправится в Казань. Там её проверят, протипируют, выделят вот эти гемопоэтические стволовые клеточки, составят ваш фенотип и загрузят в базу, где уже будут сравнивать с фенотипами людей, которым нужна пересадка. Но то, что костный мозг берут из позвоночника, и это очень больно, это миф. Конечно же, это миф. Костный мозг в позвоночнике не находится. Он находится в полых костях. Самое большое скопление костного мозга у нас в подвыслочной кости. Это вот в районе таза у нас такая большая косточка. Вот эти клетки, они также есть у нас и в периферической крови. Поэтому для того, чтобы вступить, нужно просто сдать кровь. И в ней найдут эти клеточки, и их протипируют. И когда вы будете становиться реальным донором, если найдут человека, которому нужна будет пересадка именно ваших клеток, а такое совпадение, кстати, 1 к 10 тысячам всего лишь, то есть это очень редкое совпадение, вам предложат два варианта, чтобы сдать эти клетки. Во-первых, будет вариант сдать через кровь, когда вам в одну руку поставят иголочку, в другую руку поставят иголочку. И с одной стороны она будет выходить, проходить через специальный аппарат, там будут задерживаться клетки нужные, и всё остальное возвращаться к вам. Такая процедура занимает около 5 часов. Либо можно будет сделать небольшую операцию. Это занимает около 30 минут, дают наркоз, делают прокол вот той самой подвздошной кости, и из неё берут необходимое количество клеток. Так, а стать донором можно только для одного человека? Ну, конечно, если кровь подошла. Или нет? На самом деле сейчас один донор, один рецепиен. То есть если вы, во-первых, совпадения, они очень редки. Во-вторых, если вы стали донором для кого-то, вас могут разве что повторно сдать, попросить сдать для этого же человека. Но такое бывает, что не хватило. Но достаточно редко. О том, чтобы становиться донором ещё раз, сейчас идут обсуждения, до сих пор проводятся исследования, и, возможно, в будущем такой вариант развития событий будет возможен. Но пока один донор, один рецепиен.